А сейчас я выведу одно из важнейших свойств квадратичной формы. Называется равенство параллелограмма. Где-то в 7-8 классе, когда школьники знакомятся всерьез с теоремой Пифагора, одна из красивых и часто не встречающихся задач такая. У любого параллелограмма сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех четырех сторон. Есть такое свойство? Есть такое свойство. Ну просто вводите все в координат, вводите обозначения, пишите теоремой Пифагора, все получится. Оказывается, это не просто свойство в теории Пифагора, это для любой квадратичной формы. Это верно? Для любой квадратичной формы. И вообще-то я практически это доказал. Смотрите, почему. Пусть у меня есть какой-то вектор и цикл. А здесь вот какой-то вектор zt. Давайте посмотрим, как записывается равенство параллелограмма для этих двух векторов. Во-первых, что такое квадратичная форма от этого вектора? f от x, y, от этого, f от z, t, от этого, f от z, t, от этого, f от z, t. Значит, надо так это писать. 2 f от x, y, плюс 2 f от z, t. Вот. Теперь, что такое квадратичная форма от диагонала? Понятно что? Это f от x, плюс z, y, плюс t. А от этой диагонали? Это f от разности. Ну, что брать один вектор, что брать наоборот? Нет, потому что неважно. Потому что, если вы одновременно перед неизвестными меняете знаки, то квадратичная форма не меняется. Значит, так и пишу. x, минус z, y, минус t. Так, теперь вопрос, почему же это равенство очевидно? Вот почему. У нас есть выражение, которое нам дает f от x, плюс z, y, плюс t. Вот оно. Замечательно. Давайте я уже начну писать. В правой части, вот первое слагаемое, это f от x, y, плюс f от z, t, плюс 2b от x, y, z, t. Замечательно. А что будет, когда поменяешь знак? Понятно, что будет. Перед z и t поменяются знаки. Но квадратичная форма не меняется, когда, например, 0,0,0,0,0,0,0,0. Теперь смотрим здесь. 2b от x, y, а здесь минус z, минус t. Смотрим на это выражение. Если перед x и y не менять знаки, а перед z это менять, то знак перед этим выражением изменится. Значит, вот они эту дружку уничтожают. И получается в точности 2f от x, y, плюс 2f от x, t. Это важнейшее свойство, которое мы сегодня используем. И, в общем, более-менее из него все получится. При изучении значений квадратичных форм. Так, теперь, что значит сделать замену переменных? Если у нас есть целочисленная решетка. Не взять целочисленную, любая решетка на плоскости. Вот я для примера нарисовал два параллелограмма. Один параллелограмм порожден векторами 2,1 и 1,1. А другой, я бы не нарисовал, очень понятно, порожден вот векторами, минус 1,2 и минус 1,3. Представьте себе, что на плоскости введены координаты z, t, и мы берем x вот таких векторов, и y таких. Вот x умножить на 2,1, то есть y умножить на 1,1. Тогда получаем такой вектор, 2x плюс y, x плюс y. Отлично. Понятно, что и наоборот тоже можно выразить. И вот та самая матрица M, здесь вот в общем виде объяснено. Если мы заменяем вектор x, y на какой-то как-то через него линейном режиме, то смотрите, что можно сделать. Если мы знаем, что z это α и плюс β это y, а t это гамма и плюс δ это y, то в таком случае, когда мы умножаем строку z, t на матрицу исходную abcd, здесь заметьте, даже написано в произвольном виде, хотя если квадратичная форма, то было бы abc, неважно. Важно сейчас, чтобы вы поняли вот эту идею. Здесь столбец, у нас здесь получается транспонированная матрица, здесь исходная, а здесь матрица. То есть, на самом деле, замена переменных при изучении любой квадратичной формы или при изучении любой линейной формы, это изучение вот такой операции над матрицами. Когда вы смотрите, что происходит с матрицей, когда ее справа домножают на некоторую матрицу, только очень важно, чтобы было взаимооднозначное соответствие, надо, чтобы определитель равнялся с минус единицы для целых чисел. А здесь умножаем на транспонированную матрицу. Так вот, смотрим для конкретных примеров. Форму берем самую-самую простую. z квадрат плюс t квадрат это 2x плюс y квадрат плюс x плюс y квадрат это 5x квадрат плюс 6xy плюс 2y квадрат. Понимаете? То есть, если вам дали вот такую форму, на самом деле изучать ее, это то же самое, что изучать просто x квадрат плюс y квадрат. Согласитесь, что если бы я вот это не написал, то в общем так сразу не видно. Другой пример для другого программы. Если взять x векторов минус 1,3 и y векторов минус 1,2, и x и y, любые целые числа, тогда получаем минус x минус y и 3x плюс 2y. Сумма их квадратов это 10x квадрат плюс 14xy плюс 5y квадрат. Ну это просто ужас какой-то. То есть, если вот вам говорят, изучите, какие значения может принимать форма 10x квадрат плюс 14xy плюс 5y квадрат. Не очень-то понятно. А на самом деле это то же самое, что x квадрат плюс y квадрат. А про нее мы все знаем. Так, ну и очень важно, что... В алгебре есть теорема. Определитель матрицы... Так, определитель это произведение вот этих минус-пределений вот этих. Не меняется при таком преобразовании. Давайте поймем почему. Совсем очевидно. Дело в том, что у нас определитель должен равняться плюс минус синица. И определитель произведения матриц квадратных равен произведению определителей. Ну для матрицы 2 на 2 это проще всего просто написать формулу, перемножить. А в общем виде, там есть разные способы рассуждения, но один из способов такой, что определитель, это на самом деле во сколько раз меняется объем, ну или в случае после, соответственно, площади фигуры. И если вы делаете линейное преобразование, и потом другое, то у вас объем меняется какое-то количество раз, и он получается так, сколько раз соединилось, и еще сколько раз соединилось. Значит, надо перемножить. Ну, сейчас не хочу на это тратить время, потому что нас интересует форма 2 на 2, а для 2 на 2 это просто можно прямым образом проверить. Вот давайте посмотрим здесь. Какой определитель у матрицы вот этой квадратичной формы? Это что такое? 10, 7, 7, 5. То есть надо 10 умножить на 5 и вычесть 7 на 7, 5. У вот этой матрицы такая, 5, 3, 3, 2. 5 и вычесть 10 минус 3х3 тоже 1. Ну и у исходной формы, x2 плюс y квадрат, матрица имела вид 1, 0, 0, 1 и тоже определитель равна с единицей. То есть, при вот таких вот преобразованиях, когда мы заменяем xy на альфи, б, б, y, гам, и х плюс д, y, определитель квадратичной формы, то есть ac минус b в квадрате. Давайте запомним. Вот у этой квадратичной формы определитель это ac минус b в квадрате. Вот этот самый определитель не меняется. Вы можете просто подставить, проверить. Давайте поверим в это. Кто не верит, сами посчитайте.